Тарас Загородний, политолог, подключается к нашему эфиру. Спасибо большое, Тарас, что присоединились. Добрый день. Слышно меня, да. Вот смотрите, такая история, что вроде как опять подозревают, что было покушение на Трампа. Понятно, сейчас идет расследование, нету точных фактов. Прочитал для себя описание, что человек, которого сейчас подозревают в попытке совершить покушение на Трампа, прятался в кустах возле гольф-клуба, где Трамп играл в гольф. Фамилия его Раут. Тут для нас примечательно, что он приезжал в Киев. Вроде как даже у него палатка была в центре города, где он вывешивал флаги тех государств, которые в иностранном легионе принимают участие в борьбе Украины против российского вторжения. То есть он публично поддерживал Украину. И вот здесь есть, конечно, вопросы. Может ли сейчас действительно республиканская партия или советники Трампа попытаться это использовать как аргумент, не поддерживать Украину? Мол, смотрите, вот люди, которые поддерживают Украину, хотят тут убивать наших бывших президентов, что американцам, естественно, не понравится. Есть ли такая опасность? Я считаю, что это надумано, потому что Украина – это 25-й вопрос в действительности для американской повестки дня. То, что обвинит Камалу Харрис и Байдена, вот это вот реально. Потому что тут как бы понятно. Понятно мотивация, понятны причинно-следственные связи. Они не хотят, чтобы я пришел к власти, поэтому не могут меня остановить. Я выигрываю выборы. И, соответственно, есть какое-то согласование, в том числе секретной службы ФБР, для того, чтобы меня убрать. Ну, это звучит как-то более убедительно, чем где-то как-то непонятный стрелок, когда он там где-то был в Украине. И как-то с этим связано. Тем более, что даже не понимать, что с момента избрания кого бы там ни было и продления, пролонгации помощи Украине еще много чего произойдет. И сейчас это вряд ли будет как-то идти. Иран, например, как часто говорит Трамп, ну, вот тут бы еще как-то играл. Потому что они разыгрывали тему, связанную с тем, что атака была со стороны Ирана, который не хочет. Китай, например, это еще как-то играл. А Украина, ну, посмотрим. Может, они так и сделают, но я не считаю, что это вообще что-то поменяет в результате. Тарас, ну вот 5 ноября этого года пройдут выборы в Соединенных Штатах Америки. Если учитывать, что еще довольно много времени и сравнивать это с предыдущим, то есть с первым покушением на Трампа, то кто-то говорит, что вот смотрите, значит, с того покушения рейтинги Трампа подупали, все забыли, да, об этом покушении. Ну, или те, кто, как бы, хотел забыть, наверное. Тут у Трампа были не самые сильные дебаты против Камелы Харриса. И вот, вроде как, новый инфоповод нашли. Как вы думаете, способны ли на создание такого искусственного инфоповода советники Трампа, его политтехнологи? Может ли это быть инсценировкой? Ну, слушайте, знаете, когда начинают говорить про дебаты и то, что у Трампа все плохо, это мне напоминает историю 16-го года. Я помню заголовки CNN, демократических СМИ, о том, как Хиллари Клинтон выиграла, порвала Трампа и так далее, и так далее. Так что давайте мы тоже не будем играть между их выборами. В действительности ситуация будет 50 на 50. И более того, если опять брать модель выборов 16-го года, она очень похожа, все-таки идет туда, то Камале Харрис нужно как минимум процента 4 иметь плюса для того, чтобы получить результат, выиграть выборы. Потому что специфика, опять же, избирательной системы США заключается в том, что, например, Хиллари Клинтон 2,8 миллиона голосов набрала больше, чем Трамп, но проиграла, потому что в США нет прямых выборов. Там избирают фактически Штаты. То есть ты можешь в своих Штатах и 90% набрать, но если ты в других Штатах набрал 49%, либо твой оппонент 51% набрал, то он выигрывает выборы. Поэтому это все будет еще очень много идти, и будут разные поводы создаваться. Будет ли они отыгрывать и первое покушение? Ну, скорее всего, будут. Скажут, ну, смотрите, тогда не получилось, сейчас не получилось, и они не хотят, чтобы я приходил к власти, потому что меня боятся. Ну, то есть это как бы более логично с точки зрения республиканцев это все показывать и так далее. Потому что, как бы там ни писали рейтинги о том, что все выигрывают, оно в действительности далеко не так. Тем более, что должны понимать мы, что у демократов есть преимущество в прессе, и поэтому они в лучших традициях комсомольской правды, точнее правды, газеты «Правда», я помню, в времена Клинтон, рассказывали, что вот Клинтон все уже победила, а потом оказалось, что не все так радужно, и все-таки выборы были проиграны. Тарас, а получится ли у Кремля получить какую-то выгоду из этого покушения? Украинский след они любят находить во всем. Как здесь попытаются что-то сделать? Ну, смотрите, Кремль старается, он играет в первую очередь на создание хаоса США. То есть они и там, и там присутствуют. Где-то для того, чтобы максимальное количество людей не признавало выборы легитимными, чтобы был какой-то хаос. Желательно, чтобы кто-то еще пострелял, но я думаю, что, конечно, у них ничего не получится. Но они, это старая тактика играть на крайние точки, парализировать общество для того, чтобы они не смогли найти какой-то консенсус. Поэтому, скорее всего, они в это будут играть. То, что они будут качать украинскую тему, ну, пусть себе качаются, это такая история. Повлияет ли как-то на позицию Трампа после его избрания? Сомневаюсь, потому что Трамп не похож, знаете, на такую монашку, чувствительную, которая пришла в политику. Он прошел достаточно жесткую школу риэлторского бизнеса Нью-Йорка. И поэтому там абсолютно холодные, циничные люди, которые не обращают внимания на какие-то такие вот мелочи. Там все будет исходить из того, что будет на земле, то, что есть происходить, обстановка, какие будут балансы, какие советники будут и много чего другого. Слишком много факторов. Будем надеяться, что на вопрос поддержки Украины это никак не повлияет. А если что-то и повлияет, то только в сторону усиления этой поддержки. Нам этого хочется. Спасибо большое, Тарас, что включились в эфир Украины сегодня. Тарас Загородний, политолог, был в нашем эфире. Вас благодарю. Спасибо.